Субтитры создавал DimaTorzok Это новости на Первом городском, студия Виктория Пименова. Здравствуйте и коротко о главном сегодня. Отопительный сезон стартовал в Череповце. Тепло уже поступило в 30% домов города. За этим высокотехнологичным процессом сегодня наблюдали Павел Панов и Дмитрий Сорожкин. Череповчан, которые нуждаются в специализированном лечении, осмотрят специалисты Станкт-Петербургского медицинского университета имени Мечникова. Несколько улиц индустриального района останут ареной для легкоатлетов, любителей бега и всех желающих. В воскресенье состоится Кросснации. Какие улицы перекроют для автолюбителей? Тепло идет. Сегодня уже в третье домов Череповца появилось отопление. Сегодня наша съемочная группа познакомилась с процессом подачи тепла. От нагрева воды в котельных до появления ее в батареях. Почему благо цивилизации не приходит сразу и всюду, узнавал Павел Панов. Специалисты котельной номер один открывают задвижки на сетевых насосах. Нужно это, чтобы вода, которую подогрели до 75 градусов в котлах, под давлением побежала по магистралям. Похоже на огромное сердце, которое накачивает кровью артерии большого организма – города. Под землей спрятаны сотни километров труб. Это и большие магистральные, и те, что поменьше, внутри кварталов. По ним горячая вода побежит к каждому дому. С начала отмитивного периода на котельные значительно возрастает нагрузка. То есть, если в летний период объем теплоносителя составляет около тысяч кубов, то в зимний период уже 3-3,5 тысячи кубов. То есть, и по мере того, как управляющие компании подключают дома, этот объем теплоносителя на котеле возрастает, и мы увеличиваем нагрузку наших мощностей. Перед зимой городские системы отопления проверяют досконально для безаварийной работы в морозы. Ремонтируют оборудование на отопительных котлах, меняют задвижки и другое оборудование. На сегодняшний день все пять городских котельных готовы на 100%. Ремонты трубопроводов завершились еще летом. В обязанности нашей службы входит собрать схему на тепловых сетях, ограничить контур работы каждой котельной отдельно, установить гидравлический режим на каждой котельной, то есть это давление в подающем и в обратном трубопроводе, для того, чтобы можно было осуществить запуск системы отопления. В домах специалисты запитывают в теплостанции. Так, например, сегодня в течение нескольких минут тепло появилось в 800 квартирах дома Палуночарского 53. Включаем обратную линию отопления и начинаем запуск отопления. Она пошла по батареям, по стоякам и вытесняет воздух. Видите, как она придет с подачи. Вот у нас спустник, воздушник, пойдет вода, открываем подачу и пошел обратный процесс. Подача уже начинает передавливать обратку и пошло отопление, стало греть. Специалисты этой управляющей компании подготовили все оборудование заранее. Подключают дома целыми бригадами. Одни в подвале, другие на чердаке. Получается быстро и слаженно. Замены пластин, если где-то неисправны, запорной арматуры, манометров, спускников. Такая благостная картина не везде. Проблемы возникают там, где недобросовестные коммунальщики долго не проверяли оборудование в подвалах. Таких зданий в Череповце немного. После первого дня отопительной кампании в Череповце уже подключены треть домов. Мы прогнозируем, что в течение трех дней будут полностью запитаны все многоквартирные дома, и подведомственные учреждения, и дошкольные образовательные учреждения. Останутся, наверное, отдельные стояки, но так оно и бывает, где либо идет завоздушка, либо не могут попасть в квартиру, потому что там происходит утечка. Но все эти дома мы в течение, по практике, месяца устраняем. В 15 многоквартирных домах города жильцы не могут согласовать установку бойлеров и теплообменников. Но, как говорят специалисты, такие вопросы решаются сразу же с наступлением холодов. В этом году 38 объектов культуры, спорта и образования примут решение о подключении тепла самостоятельно. Например, в 21-й школе тепло появится спустя неделю после старта отопительного сезона. Ученикам и преподавателям пока комфортно и так. В школе тепло, хорошо, никакого дискомфорта не испытываю по этому поводу. В принципе, хорошо, нормально. У меня тепло. Я не знаю, как остальные. Я не жалуюсь. Я знаю, что школа приняла решение с понедельника подключиться к теплу. В принципе, достаточно пока комфортная обстановка, бабье лето стоит. Так что мы не мерзнем. И я думаю, что это целесообразное решение. Уже послезавтра практически в 100% домов батареи начнут греть. В случае, если в вашем доме будет холодно, нужно обратиться в свою управляющую компанию. Возможно, причина в воздушной пробке. Специалисты должны будут прийти и в течение нескольких минут устранить все неполадки. Областная избирательная комиссия сегодня огласила окончательные итоги выборов губернатора Вологодской области. По результатам голосования уверенную победу одержал Олег Кувшинников в выдвинутой региональном отделении партии «Единая Россия». Имена кандидатов, которые были внесены в избирательный бюллетень, получили следующие голоса проголосовавших за них избирателей. Каргенов Сергей Генрихович 29 719, Кувшинников Олег Александрович 181 047 избирателей, Морозов Александр Николаевич 51 849 голосов, Тельтевской Александр Дмитриевич 18 128. Также на заседании в очередной раз отметили, что выборы губернатора прошли без серьезных нарушений. Кроме того, впервые введенное досрочное голосование показало видимые результаты. Этой возможностью воспользовалось около 4% избирателей. Всего же явка по Вологодской области составила больше 25%. На избирательные участки пришли более 280 тысяч волокжан. Сегодня в Москве президент страны Владимир Путин встретился с вновь избранными руководителями 30 субъектов Российской Федерации. В мероприятии принял участие и Олег Кувшинников. Сегодня он объявил, кто будет представлять Вологодскую область в Совете Федерации. Сенатором станет Николай Тихомиров. Соответствующее постановление будет подписано после официального вступления в должность главы региона. К слову, инаугурация состоится 23 сентября. Церемония пройдет в здании правительства области в присутствии депутатов ЗАГСобрания, председателей избирательной комиссии, представителей судов, прокуратуры, федеральных органов госвласти, местного самоуправления, политических партий, общественных движений и организаций. После этого, согласно региональному уставу, правительство сложит свои полномочия. Что касается нового состава правительства Вологодской области, Олег Кувшинников отметил, что серьезных изменений не будет. Команда доказала свой профессионализм и работоспособность. Возможны лишь точечные кадровые изменения в руководстве отдельных органов власти. Выборы губернатора Вологодской области прошли без серьезных эксцессов и вполне прозрачно. Так считают эксперты фонда «Петербургская политика». Этот фонд всегда пристально следит за региональными выборами. Вологодская область не была в центре внимания, повторюсь, поэтому информации о каких-то проблемах не возникало. Да и мне кажется, те довольно высокие цифры, которые получили оппоненты Кувшинникова, они показывают, что по традиции, которые в регионе есть, в Вологодской области выборы шли вполне прозрачные и без серьезных эксцессов. Та цифра, которую получил Олег Кувшинников, она далеко не самая высокая по стране, но, тем не менее, она вполне убедительна. И я думаю, что в отличие от губернаторов, которые получили 80-90%, Кувшинников в меньшей степени столкнулся с риском провисания и снижения ректорального рейтинга в межвыборный период. Олег Кувшинников набрал почти 63% голосов. Результат прогнозируемый, считают эксперты. По их мнению, высокой конкуренции среди кандидатов на выборах в Вологодской области не было. Также регион не отличился и в плане явки избирателей. На Вологодщине проголосовали меньше 30% избирателей. Однако столь низкий показатель наблюдается и по всей России. За исключением тех регионов, где явку зачастую создавали искусственно, нагоняли бюджетников на досрочное голосование. Например, в Вологодской области такого не было, отмечают эксперты. И городским событием череповчан, которые нуждаются в специализированном лечении, осмотрят специалисты Санкт-Петербургского медицинского университета имени Мечникова. Прием организуют 18-19 сентября в Череповецкой поликлинике номер один. Это не первый приезд ведущих врачей в город Металлургов. В прошлый раз они смогли принять около 100 человек. По результатам осмотра пациенты направляются на специализированное, в том числе, высокотехнологичное лечение по таким профилям, как кардиология, аритмология, онкология, сердечно-сосудистая хирургия, ревматология, эндокринология. Прием проводится строго при наличии медицинской документации и минимального обследования по профилю заболевания. Для получения направления на консультацию нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. 54 ветерана Великой Отечественной войны, 14 из которых участники боевых действий, нуждаются в срочной замене газовых плит на своих кухнях. Чиновники оценили, в каких условиях сегодня живут пожилые люди. Новое оборудование им установят газовики за счет городской казны. Такое решение приняла накануне Гордума. По исполнению поручения президента Российской Федерации с ноября 2013 года комитетом социальной защиты проводится работа по организации проверки условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны. В результате проверки выявлена нуждаемость в замене газового оборудования в жилых помещениях по месту проживания участников Великой Отечественной войны. Полумиллиона рублей направят власти на улучшение условий жизни ветеранов Великой Отечественной. Постановление о социальной поддержке таких категорий граждан принято Гордумой в 2011 году. Действует оно постоянно, не зависит от памятных дат. Добавим, что сейчас в Череповце проживают около сотни участников войны. Череповец готовится к Росунации. Несколько улиц Индустриального района станут ареной для легкоатлетов, любителей бега и всех желающих. В воскресенье 21 сентября в Индустриальном районе состоится уже пятый Кросснации. Собики состоятся на 200, на 500 метров. Также школьные, студенческие марафоны на 1800 метров. Для опытных участников подготовлены дистанции на 4600 и 8400 метров. Старт намечен на 10 утра. В это же время на сцене в районе стадиона «Металлург» будут выступать диджеи радио «Трансмит». Они вместе с журналистами канала «12» разыграют подарки. Отмечу, забеги организуют по улицам Ленина, Столиваров, Ломоносова, Менделеева и бульвару Доменчиков. Движение автотранспорта там придется ограничить. На период проведения забегов с 10 до 14 часов будут введены ограничения по движению общественного транспорта в индустриальной части города. Соответствующие объявления будут размещены в средствах массовой информации. Приглашаю череповчан поучаствовать в забеге. На канале «12 новостей» еще не все. Смотрите во второй части нашего выпуска. Инспекторы ГИБДД провели сегодня массовую проверку на 137-м километре трассы Вологданова-Ладога. За этим наблюдали Татьяна Штанова и Егор Плюснин. Она стала первой в Вологодской области. Детская художественная галерея открылась в Великом Устюге. Профессионалы уже называют ее уникальной. Почему? Расскажет Евгений Осколков. Конференция, посвященная реконструкции Нелазской церкви, прошла сегодня в Художественном музее. О судьбе наших храмов и их будущем в материале Ивана Бурыкина и Сергея Павлова. Об этом и не только после рекламы. Она будет короткой, поэтому далеко не уходите. Всю жизнь мы строим. Строим карьеру. Строим отношения. Строим любовь. Строим семью. Строим планы. Строим будущее. Строим то, о чем мечтаем. Строительная ипотечная компания 21 век. Мы построим вашу мечту. Эх, сынок, это что? А вот как с одним кредитом еще кредит взять? Вот задачка. Выдаем деньги при наличии кредитов в других банках. Про Бизнес Банк. Мы даем кредиты. 67 50 50. Новая стоматология. Доброжелательная обстановка. Индивидуальный подход. Новая стоматология. Все дело в улыбке. Проспект Победа 95. Телефон 52 08 32. Новая коллекция шут, дубленок и кожаных курток. Во всех магазинах Ла Лэнтилов. В «Инвитро» широкий спектр медицинских анализов. Услуга «Выезд на дом». Череповец, Ленина 59, Насеткина 2. Подробности на сайте www.invitro.ru Натяжные потолки «Градисстрой». Создай уют в своей квартире. «Градисстрой». Череповец. 25 33 33. Концерт хора Сретенского монастыря. 24 сентября в ДК «Строитель Череповце». Сантехника Люк, здравствуйте. Алло, у вас ванны есть? У нас в ванны есть очень большой ассортимент. И с гидромассажем, и с телевизором, и с холодильником. Любые. Где вы находитесь? В Череповце на Командарма Белова 36. Магазин «Шикарные двери» представляет. Входная металлическая дверь производства России за 6500 рублей. Шикарные двери на Рахе 54 и в ТЦ «Аксон» на Рыбинской 59. Барселино. Северо-западный первый этаж. Вологодская филармония приглашает 4 октября в зал Камерного театра на концерт Александра Цуркана. В программе прозвучат песни и стихи Владимира Высоцкого, Леонида Филатова, Булата Акуджавы. Компания «Тапуэ» теперь и в Череповце. Посуда для приготовления, хранения и транспортировки. Дистрибьюторный центр находится по адресу Максима Горького, 24. Вход с торца дома. Телефон 50 08 12. 24 сентября на сцене Дворца культуры химиков. Иоганн Штраус. Летучая мышь. В исполнении звезд Петербургской оперенты. Билеты на сайте промобраво.ру. Справки по телефону 62 62 42. 16 плюс. Возвращаемся к новостям. Больше одного промилля алкоголя пьяного водителя сегодня остановили на трассе Вологда-Новая Ладога. Мужчина ехал в Рыбинск на работу. До этого он выпивал две недели. В том числе накануне поездки остановили мужчину не случайно. На трассе полицейские провели массовую проверку всех водителей. К счастью, из сотни. Остановленных пьяным оказался только один. И до аварии дело не дошло. Подробности расскажет Татьяна Жданова. Андрей еле стоит на ногах. С сотрудниками ДПС разговаривает с закрытыми глазами. Мужчина проделал немалый путь. 500 километров. В состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не скрывает, что пьет уже вторую неделю. И заканчивать свой праздник не собирается. Хотя сегодня на работу. Я виноват, конечно. В том, что я ехал пьяный. За рулем это вообще без проблем. Это все понятно. Так нельзя. Ну, когда очень нужно, то можно. Как оказалось, мужчина торопился на работу в Рыбинск. Выехал он ночью и спал на трассе прямо в машине. На утро проснулся и решил продолжить свой путь, невзирая на состояние. В этот момент его заметили сотрудники ДПС. Он ехал по дороге и вилял. Поэтому был остановлен. То есть неадекватно велся? Неверное вождение было. Понятно. И что с вами? Он остановлен. Попросили документы. Машины при общении были признаки алкогольного опьянения. Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью прибора-алкотектора. Водитель согласился на данную процедуру. Его показания прибора таковы, что водитель действительно является пьяным, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 1,12 промилле алкоголя. Теперь Андрею грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. А также лишение водительских прав сроком от полутора до трех лет. К слову, мужчина не сильно расстроился, но его пожилая мать, которая сидела в машине, была очень взволнована. Вам не страшно вот так вот маму перевозить? А если вы в таком состоянии дорожно-транспортное происшествие совершите? Вы пострадаете? 500 километров проехал. В таком состоянии 500 километров? Да. Таких водителей, как Андрей, на трассе Вологда-Новая Ладога больше не оказалось. На 137-м километре автодороги сегодня прошла массовая проверка. Полицейские тормозили все машины, которые двигались в сторону Череповца. И, что называется, обнюхивали водителей. Больше сотни автомобилистов оказались трезвыми. Но информации о том, что на этом участке дороги проходит рейд, водители большегрузов передавали по рации. Возможно, кому-то просто повезло. Но сотрудники ДПС не позволят расслабиться. Такие массовые проверки проходят регулярно. Один влакжанин погиб, и еще трое пострадали в аварии под Ярославлем. Сообщает пресс-служба ОМВД Ярославской области. ДТП случилось сегодня около пяти утрам. По имеющейся информации, люди ехали на трансфер на отдых. Микроавтобус «Рено Трафик» двигался в сторону Москвы и врезался в стоящий на правой полосе полуприцеп МАЗ. В «Рено» ехали четыре человека. Все они из Вологодской области. За рулем был 40-летний житель Череповца. В результате ДТП скончался 30-летний пассажир. Остальные получили травмы. Их доставили в больницу. По предварительным данным, у ОМВД водитель «Рено» уснул за рулем. Водителя фуры в Скане суд заключил под стражу. Напомню, мужчина стал виновником аварии, которая унесла жизнь у людей. ДТП с участием четырех автомобилей произошло 12 сентября поздно вечером на трассе «Вологда» Новая Ладога. Около поворота на Белозерскую трассу столкнулись ВАЗ-2110, «Хюндай» и большегрузы «Мерседес» и «Скане». В результате аварии погибли три человека. 30-летний водитель «Хюндая» и его два пассажира. 57-летний мужчина и 54-летняя женщина. Как рассказал администратор Череповецкого районного суда Сергей Хлопцев, суд избрал меру пресечения по ДТП в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Водитель Скане признал, что был пьян. Медики обнаружили в его крови 0,95 промилле алкоголя. К другим темам своей постоянной экспозиции они ждали больше 40 лет. Первая в области детская художественная галерея открылась на Вологодщине. Она разместилась в одном из самых красивых зданий Великого Устяга. Проект удалось реализовать в том числе и благодаря грантовой поддержке компании «Северсталь». Эти маски, которые находятся на уровне второго этажа, называются маскароны. Классическая архитектура русских городов здесь органично переплетается с элементами мирового искусства. Этот купеческий особняк появился в Устюге в самом начале XIX века. Протоирей Успенского собора Василий Оленев строил его не один год и в итоге создал настоящую архитектуру «Мужемчужину». Он привнес в провинциальную архитектуру нашего Устюга, включая элементы мирового искусства. Оно дало вот такой прекрасный образчик классического дома в русской провинции, причем провинции в таком прекрасном звучании этого слова. Но купеческим дом перестал быть быстро. Уже в XX веке в нем одна за другой прописку меняли различные организации. И каждый новый переезд наносил уникальному зданию невосполнимый ущерб. Восстановительные работы здесь начались только в прошлом году, когда впервые зашла речь о создании в этом доме детского музейного центра. Проект получил поддержку Министерства культуры и областного правительства. Часть средств рамко-благотворительные грантовые программы выделила компания «Северсталь». Только в Великом Устюге металлурги поддерживают уже третий музейный объект. За полтора года устьюжанам удалось отреставрировать первый этаж здания и открыть в новом помещении первую в области детскую художественную галерею. В ней будут размещаться экспозиции юных мастеров со всего региона. В новой галерее будет работать сразу несколько интерактивных зон, где сразу после выставки посетители могут сами попробовать себя в роли художника. Причем создать свое произведение можно будет не только привычными нам фломастерами, карандашами или восковыми мелками, но и с помощью уже современных технологий. Для этого в галерее установили вот два таких мультимедийных стола. На самом деле все очень просто. Рисуем, как на обычной бумаге, сохраняем. Лучшие работы посетителей потом попадут в отдельные экспозиции. На этих же устройствах будут и виртуальные выставки. Уже оцифровано почти полсотни детских работ. Художественная галерея – лишь первый этап на пути реализации большого музейного проекта. Естественно, научное направление. То есть это, полагается, что у нас будет работа здесь в планетарии. Ну и историческое направление. Работа с берестой. Это работа с деревом. Это вообще рисование. То есть это вот разные мастер-классы, занятия. Предполагается, что они будут проходить именно в этом музейном пространстве. Подобный центр станет уникальным не только для Вологодчины, но и для всего региона. В стране таких учреждений – единицы. Кроме того, музей в Устюге в туристический сезон можно будет использовать как еще одну интерактивную площадку для гостей. Официально открыть все отделы комплекса Устюжане планируют через год. Как только завершатся реставрационные работы на втором этаже и мансарде. Церковь в Неласком планируют реставрировать так же, как усадьбу Гальских в Череповце. Как спасать памятник архитектуры обсудили сегодня на научной конференции в художественном музее. В этом году уникальной Нелаской церкви 320 лет. Для деревянного храма возраст почтенный. Подобных памятников на русском севере единицы. Сегодня специалисты Череповца, Вологда, Петербурга решали, как можно сохранить старинную церковь и вспоминали храмы, которые остались только в памяти. Храмы против времени. Время выигрывает. Большая часть сегодняшней конференции – это рассказы о судьбе памятников, которых больше нет. Когда-то на этой Красноармейской площади, которую все очень хорошо знают, и сейчас довольно сложно представить, что там стояли две такие солидные, внушительные, очень высокие каменные церкви и каменная же очень высокая колокольная. Множество храмов, множество судеб. Церкви становятся жертвами идеологической борьбы, заброшенности и пожаров. Сегодня в Киевиловском районе сгорела деревянная часовня. Памятных мест становится все меньше. Деревянное зодчество – это выражение души нашего народа. И проблема сохранения и использования, как звучит название сегодняшней конференции, деревянного зодчества, является первоочередной задачей для нашего поколения, потому что мы должны сохранить то духовное, культурное наследие, которое досталось нам от наших предков. Церковь в Неласском – памятник федерального значения. Храм Успения Божьей Матери уникален. Построенный в 1694 году, он единственный в России, где сохранились 24-гранные расписные небеса. Причем храм действующий нерегулярно, но все же в нем проходит служба. Я бы мог найти сам плотников, стойлеров, но там нужны специалисты. Там нужно сделать расчеты и восстановить храм. И хотелось, чтобы, конечно, там проходила служба. Люди к этому готовы. Со своей стороны я могу дать слово, что мы сделаем все возможное. Храм буквально врастает в окружающую среду. Разобрать его и подремонтировав, собрать на новом месте не получится. Так делали раньше, и практика показала себя не с лучшей стороны. Храмы должны оставаться там, где были построены. На что я обращаю внимание. Как бы она плохо видна, страсса плохо видна, поэтому как бы не совсем хорошо видно. А там движение большое, движение большое, и водители, как правило, на это внимание и обращают. Там стоит знак ограничения скорости, там гаишники часто стоят, поэтому больше на это смотрят. Вот что было бы неплохо, поставить какой-нибудь щит рекламный, чтобы обращали внимание, что вот, смотрите, со всеми рядом, со всеми рядом, памятник архитектуры, пожалуйста, обратите внимание. Чтобы сохранить уникальный памятник архитектуры, за ним нужно ухаживать. То есть, по мнению специалистов, лучший способ реставрации – тот, который использовался в реконструкции усадьбы Гальских. Здания поднимаются и негодные части замещаются. Планам мешает отсутствие денег. Федерация выделяет средства только на действующие объекты. Собравшиеся на конференции надеются, что старинный храм в Неласком битву со временем обязательно выиграет. Судьба еще одного памятника архитектуры решается сейчас в Череповце. Об этом сообщили сегодня в мэрии. Речь идет о здании 19 века, в котором находилось первое Череповецкое управо. Дом на улице Коммунистов 40 долгие годы был заброшен. Затем, ввиду аварийности, строение решили снести. Но Департамент культуры области выступил против. Постройку облюбовали, потом бомжи. Она несколько раз горела. Затем историческое здание обнесли забором. И вот летом появилась информация, что некий инвестор готов реконструировать дом на Коммунистов 40, а затем разместить там медицинский центр. Уже в октябре должен быть подписан договор. Инвестор обязуется выделить необходимую сумму на ремонт. Провести все работы должны в течение двух лет и при этом сохранить исторический облик здания. Отмечается, что бизнесмен будет платить городу деньги за аренду. И последняя хоккейная команда «Северсталь» набрала первые очки в чемпионате КХЛ на выезде в столице Словакии. Череповчане одержали первую в этом сезоне гостевую победу. В Ротиславе череповчане сумели в сухую обыграть местный Слован 3-0 для голкипера Якуба Штепанека. Это первый матч на ноль в сезоне. Счет на восьмой минуте открыл Евгений Монс. Затем голевой дубль оформил Павел Бучневич, блеснув индивидуальным мастерством. В активе «Северстале» теперь шесть очков. И команда уже с хорошим настроением продолжает свое европейское турне. Следующий пункт назначения – Минск. Там игра с «Динамо». Далее прогноз погоды, а затем мы продолжим показ сериалов «Правительство», «Анатомия страсти» и «Совершенное сердце». На сегодня у меня все новости. Не забывайте заглядывать на наш сайт 35media.ru. Увидимся завтра в новостях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова